Считается, что половина из всех пропавших людей в России сразу же находится. За последние годы во многом преуспели различные поисково-спасательные отряды, созданные по всей нашей стране. Один из самых известных – «Лиза-Алерт». Он сформирован более 10 лет назад. В его состав может войти каждый желающий. Сейчас в Рязани волонтеры ищут несколько человек. В настоящий момент поисково-спасательным отрядом «Лиза-Алерт» Рязанской области разыскивается житель Касимовского района, который пропал 23 декабря. Это Комаров Сергей Викторович, 1986 года рождения. Он ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Он был одет в джинсовую куртку синего цвета с белой опушкой, в черные брюки, черные кроссовки и темно-синюю шапку. Сам он плотного телосложения, у него серо-зеленые глаза и темно-русые волосы. Среди пропавших также числится Немоляев Владимир Васильевич, 1955 года рождения. Он пропал 22 декабря прошлого года. Также разыскивается Алексей Александрович Инкин, родившийся в 1994 году. Его местонахождение неизвестно с 22 февраля. Еще один из пропавших – Карпов Владимир Николаевич. С ним связь потеряна со 2 ноября прошлого года. Представители «Лиза-Алерт» обращаются ко всем, кто располагает какой-либо информацией о данных людях, сообщить об этом на горячую линию поискового отряда 8 800 754 52 или по номеру 112. Во многом горожане могут помочь своими репостами в соцсетях. Зачастую в большом городе это может стать единственной зацепкой, которая приведет к свидетельству, благодаря которому поисковики начнут оперативно-розыскную деятельность. Кроме того, рязанцы могут помочь людям и другим способом. В городе запущена программа в рамках профилактики людей с деменцией, людей, которые почувствовали ухудшение в самочувствии и не могут самостоятельно вернуться домой. В Рязани начался так называемый ночной патруль, он действует по многим регионам России. То есть после 22 часов люди, у которых есть такая возможность, это наши волонтеры или просто любой житель города, садится в машину, включает геотрекер и, соответственно, проезжает в какую-то область города и записывает свой маршрут. Едет с небольшой скоростью, параллельно осматривая остановки, для того, чтобы увидеть человека, который может нуждаться в медицинской помощи. Участвовать в патрулировании города можно в любой день. Потратить на это можно любое время. От получаса до двух-трех часов и даже до утра. Это личное дело каждого, решившегося на помощь. Кроме того, любой рязанец может помочь в оклейке или раздаче в городе ориентировок на пропавших. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Анна Герцовская, Михаил Лазуткин.